Финал Кубка России по фигурному катанию в самом разгаре и уже больше половины медалей нашли своих обладателей. Третий соревновательный день юноши-одиночники и спортивные пары представили произвольные программы, а девушки-одиночницы – короткие. Трио лидеров осталось неизменным с предыдущего дня. Глеб Лутфулин с красивой лирической программой и уверенными прыжками завоевал бронзовую медаль. Георгий Куница оказался мастером вращений и дорожек, что помогло ему сохранить серебро, несмотря на небольшой проигрыш в произвольной программе. Победитель соревнований Андрей Мазалёв выдал прокат выше всяких похвал. Его программа была насыщена красивыми связующими элементами, что в сочетании с качественными прыжками и вращениями принесло уверенное лидерство по всем параметрам. Среди юниорских пар абсолютно чистый прокат продемонстрировали только Анастасия Мишина и Александр Галямов, ещё раз подтвердив свой статус одной из сильнейших молодых пар. Золотая медаль досталась им без каких-либо сомнений. У других пар в произвольной программе не складывалось с прыжками и выбросами, но приличные технические баллы набирались фигуристами за счёт других элементов. Станислава Веслобокова и Алексея Брюханов сохранили второе место, вновь выделившись музыкальным выбором. Ведь не каждая пара рискнёт взяться за Чарли Чаплина. Бронзовые призёры Татьяна Кузьмина и Алексей Хвалько очень старательно и вдохновенно катались под песню земли Майкла Джексона. И это тоже не самый стандартный выбор для юных фигуристов. Примечательно, что все пары медалисты тренируются в Санкт-Петербурге, где всегда была сильна именно школа парного катания. Взрослые спортивные пары справились с произвольной программой лучше юниоров. Падений почти не было. Спортсмены боролись за каждый элемент. Реабилитировались за вчерашний неудачный прокат Богдана Лукашевича и Александр Степанов, получив очень хорошие оценки. Но для попадания на пьедестал почёта их, к сожалению, не хватило. Бронзовыми призёрами стали Анастасия Пулуянова и Дмитрий Сопот. Их прокат был чистым, аккуратным, но без блеска. В итоговом протоколе нет минусовых оценок за качество элементов, но и плюсы совсем небольшие. Вторую строчку сохранили за собой Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов. У пары динамичная программа, с темпом которой фигуристы не всегда справляются. И к концу проката видна усталость, что сказывается на оценках. А у победителей Анны Пепелевой и Романа Плешкова из-за нехватки опыта не получилась заключительная сложная поддержка, но зато во всём остальном они были безупречны. Стены катка в Великом Новгороде украшены баннером с изображением Софийского собора и высокие поддержки спортивных пар очень эффектно смотрелись на фоне золотых куполов, что тоже добавило положительных моментов к зрелищности соревнований. Последними в этот день на лёд вышли девушки-одиночницы. Лидером после короткой программы стала Майя Хромых. Она только недавно вернулась на лёд после травмы и уже показывает хорошие результаты. Чуть больше двух баллов ей уступила Анастасия Костюм. У неё получилось не просто откатать программу под красивую музыку, а по-настоящему станцевать. На третьем текущем месте Анна Фролова, но её оценки всего на чуть-чуть превзошли баллы девушек, занявших 4, 5 и 6 места. Это Мария Смирнова, Николь Вайткус и Виктория Сафонова. При такой плотности результатов фактически вся первая шестёрка девушек претендует на медаль любого достоинства. Производство студии 38 специально для Юниор ТВ.